Телеканал КРТ представляет Что главными спонсорами этого ресурса обозначены как NET, USAID, ну и НАТО, конечно же Ну, само собой, как же без них, родных Это явно не случайность Может быть и не случайность, но Я когда посмотрел последнее заявление Тихановской О том, что она готова взять на себя ответственность, стать национальным лидером Что она опять призывает всех объединиться И сравнил с тем обращением, когда она чуть ли не заплаканная говорила Я уезжаю, не выходите на протесты, берегите своих детей Я вынужден уехать, всего вам хорошего Я увидел, как она выросла, подчеркиваю, выросла За последнюю неделю Между этими обращениями, разница в две недели Над ней работают, работают за границей Вдумайтесь, ребят, в этот треугольник Заварушки, ну так называемые, да, там протесты, майданы Происходят в Белоруссии Лидер, так называемый, протестного движения Едет за границу, где ее окружают Американцы, литовцы, поляки Которые имеют претензии на эти территории Современной Белоруссии, Республики Белоруссии И вкладывают в нее деньги, обучают ее, дают ей студию Знакомят ее с депутатами, с различными технологами У меня вопрос Неужели белорусы настолько деградировали или тупы в политическом плане Что человек, прошедший там определенную школу И получив там определенную поддержку Будет ими принят обратно И не дай бог еще действительно возведен в ранг президента Через государственный переворот и еще что-нибудь Вы понимаете, какая опасность таится в человеке Который выехал за границу Провел там определенную часть времени Заключил теоретически договор с дьяволом А иностранцы никогда Мы же знаем почему Немцев, чехов знаем, кто ездил за границу Это очень достаточно жадные и экономичные люди Никогда в жизни европейцы Копейки славянину не дадут просто так Если ее поддержат Если она изменила уже свою риторику И теперь из забитой, испуганной домохозяйки Готова принять на себя такую ответственность Если над ней действительно работают Над ее медиа-образом, гримом и всем остальным Ораторским искусством То конечно же договор всегда имеет двухстороннее соглашение А может быть и трехстороннее соглашение И взамен на эти услуги, которые ей оказывают Наши иностранные партнеры, европейцы Она в случае прихода к власти должна будет что-то выполнить Например, отдать под приватизацию Она уже заявила, что она будет выполнять Вы понимаете опасность, суть этого всего? И когда я увидел заявление главы ее штаба Я не помню Колесникова Колесникова, да? Это вторая Таня Черновол Безумный взгляд, который видит насквозь И которая призвала Нам нельзя белорусам протестующим Финансировать, вслушайтесь Нам нельзя финансировать полицию Нам нельзя финансировать этого таракана Оскорбив Лукашенко, действующего президента Республики Беларусь И мы должны, я призываю всех, и мы должны начать промышленные забастовки Рабочие забастовки на государственных промышленных предприятиях и фабриках Знаете, я когда это видео услышал Я, у меня первый вопрос Где КГБ Республики Беларусь? Почему этот человек после публичного призыва Подорвать экономическое положение Экономическую составляющую внутри государства До сих пор не находится в следственном изоляторе? Она разве не понимает, что любое предприятие покупает сырье Производит продукцию и продает С двух сторон при основке предприятия Я вам как адвокат, как юрист говорю Будут миллионные, а может быть и миллиардные неустойки Это раз Нарушится промышленная цепь Это два Третий момент, самый важный Любое предприятие выплачивает Оплачивает налоги в местные и центральные бюджеты Из которых платятся деньги Пенсии пенсионерам выплачиваются Медикам, пожарным Правоохранителям, учителям Срочно покупать валюту Потому что, судя по логике этих персонажей Если белорусское общество начнет резко скупать валюту Тогда, значит, наступит счастье И тогда не обесценится белорусский рубль То есть, вдумайтесь в этот маразм И фактически они атаку работают Как и по промышленному сектору, так и по финансовому сектору А вот, когда я увидел заявление главы штаба Тихановской, она говорит Вы не переживайте Вы не переживайте Нас поддерживают европейцы И если у кого-то нечем кормить семей Обращайтесь к нам в штаб Мы вам заплатим Я сразу вспомнил экранизацию 12 стульев Когда Бендер, обманывая всех подряд На своем жизненном пути Говорил, заграница нам поможет Заграница нас не оставит Вот так и здесь